Итак, мы начинаем наше большое приключение. Мы отправляемся на берег Маклая. Впервые российские журналисты ступят на землю, где когда-то жил великий исследователь и путешественник Николай Миклуха Маклай. Отходим от Маданга. По суше до берега Маклая 40 километров, но дорога размытой и нам с нашей обширной поклажей на машине туда не добраться. Все свое везем с собой. Что не съедим или не используем, экспедиция оставит жителям деревни. Через два часа неспешного яхтенного хода мы видим ту же картину, что и Миклуха Маклая в 1871 году. Приветственный Синг-Синг специально для нас. Красная краска, ей нас будут мазать еще не раз. Тоже обязательная процедура встречи дорогих гостей. Эта страна полна сюрпризов. Никогда не знаешь, что ожидать. Можно поменять одежду, но культура и сами люди останутся прежними. Нельзя им что-то насильно навязывать. Здесь много церквей. Это территория лютеранской миссии. Вы увидите, миссионеры принесли много нового, но люди-то остались те же. Они все так же говорят на своем языке. На мой взгляд, самое большое изменение здесь – это появление школ и учителей. На берегу Маклая три больших деревни – Бонгу, Гаренду и Гумбу. Они, по сути, зажаты между непроходимыми джунглями и океаном. И тем не менее, цивилизация настойчиво пробирается и сюда. Жизненный уклад деревни папуасов изменился мало. Они по-прежнему собираются под большим деревом, всем кланом, со всеми своими детьми. Но тем не менее, внешний мир очень сильно влияет. С появлением у жителей гаджетов им стало очень не хватать электричества. Когда заходит солнце, в джунглях хоть глаз выколи. Раньше по тропам ходили с факелами, теперь предпочитают фонарики на аккумуляторах. Но их надо как-то заряжать. И телефоны. Ведь родственников, уехавших в большие города, тот же Маданг или вообще в столицу, Порт-Мортбе, уже немало. Деревенские побогаче ставят солнечные батареи. Это группа из ПНГ? Кто исполнитель? А кому ты звонишь? Кому-то в деревне или в город? У тебя много друзей в городе? И хотя сигнал едва ловится, да и стоит смартфон для папуаса почти как самолет для нас городских, но и здесь это уже неизбежный атрибут подростка. Чаты, социальные сети, музыка. Старейшины только ругаются. Западные соблазны тянут молодежь из деревни. За одеждой мы ездим в Маданг, в города. Туда ее привозят всякие западные компании. Наша молодежь не хочет жить в деревне. Они все стремятся в город, чтобы иметь все эти вещи. Они хотят зарабатывать деньги и покупать все это. Они хотят есть эту ужасную еду вместо чистой и хорошей, выращенной на их семейном огороде, причем выращенной бесплатно. Нет, они едут туда и тратят деньги на ненужные вещи, особенно китайские. Асель Туй – потомок того самого Туя, который когда-то подружился с русским путешественником и помогал ему прижиться в деревне. Благодаря дневникам Миклуха Маклая спустя 150 лет мы можем сравнить, что кануло в лето, а что сохранилось у папуасов. Из того, что сразу бросается в глаза, это, конечно, одежда. Майки и шорты нормой сделали миссионеры. Вы знаете, кто этот человек? Я не знаю. Откуда он? Или для вас это просто картинка на майке? Да. Свои блага цивилизация предоставляет только за деньги. А земля папуа дает бесплатно, и этого более чем достаточно, чтобы продавать. Какао-бобы, ваниль, кокосы – не хватает рынка сбыта, чтобы торговать напрямую, а не через третьи руки. Папуасы довольно быстро поняли – продукцию забирают у них, а вот деньги оседают где-то еще. Нефть поступает прямо из песка. Сейчас это случается редко, а вот в конце 70-х можно было прям видеть нефть. Мы никак не могли понять, что это и откуда. Но недавно в той стороне было обнаружено месторождение. Их земля не только плодородная. Но эти ископаемые жители уже без посторонней помощи добыть не могут. Выше по реке, в джунглях есть еще и золотые жилы. И вот уже много лет между старейшинами идут ожесточенные споры – стоит ли пускать на их землю инвесторов. Те, кто надеются получить вместе с деньгами медицинское обслуживание, электричество и сотовые вышки, говорят уверенное «да». Другие понимают – добыча нефти, золота – это не только чужаки в деревне, но и колоссальный урон для их удивительной природы. Редактор субтитров А.Семкин